В этот день по всей стране проходили праздничные мероприятия, патриотические концерты, выставки, автопробеги, спортивные турниры. Вместе с севастопольцами и жителями полуострова были и сочинцы. Они собрались, несмотря на дождливую погоду, на площади у Южного Мола. Со сцены выступали ветераны, руководители общественных организаций, администрации города. Налицо духовное единение сочинцев, гостей курорта с крымчанами, с нашими соседями. Момент присоединения Крыма стал определенным рубежом, когда и друзья, и недруги особенно убедились в том, что мы на самом деле сильная страна. Мы способны не только защитить себя, защитить своих соотечественников, но мы способны занять достойное место на политической карте мира. Поэтому люди это понимают. В недавно созданную по инициативе главы города Анатолия Пахомова Ассоциацию городов-курортов России вошли курорты Крыма. А уже в мае из Сочи будет ходить круизный лайнер в Севастополе обратно с заходом в морские порты Новороссийска и Ялты. Но наш город и города Крыма связывают не только туристические потоки. Например, между Сочи и Феодосией подписаны соглашения о сотрудничестве, а это укрепление деловых, культурных и общественных связей. Кроме того, Сочи готов делиться со своими соседями опытом работы в курортной сфере. А на митинге под названием «Мы вместе» пополнились ряды сочинских юноармейцев и юных друзей-пограничников. Клянусь! 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 Честью нести звание юный разведчик! Клянусь! 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 Повязать галстуки! Мероприятие не случайно приурочили к важной дате трехлетию воссоединения Крыма с Россией. И дети, которые сегодня приняты в состав юных друзей-пограничников, это та ласточка, которая будет в дальнейшем строить политику нашего государства. Движение юных друзей-пограничников – это всероссийское. На сегодняшний день юных друзей-пограничников России около полумиллиона. В городе Сочи на сегодняшний день вошли этих ребят 500 человек уже имеют эти галстуки. Среди них, начиная от Эста, Садка, школа и до Лазаревки. Создаются целые патриотические классы, объединенные этим движением. Например, в 13-й школе уже два класса друзей-пограничников. На очереди 100-я школа, 11-я и гимназия номер 5. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.